Этой зимой часть жителей Аболенской объекты промзоны могли остаться без тепла. Замерзнуть аболенчанам не позволили специалисты Серпуховской теплосети. На сегодняшний день, благодаря им, подача теплоносителя осуществляется в штатном режиме. Владелец частной Аболенской котельной, которая отапливает три многоквартирных дома на улице строителей и войсковой части 25 предприятий, отказался запускать объект. Сослался на его убыточность. Сотни человек могли остаться без тепла в эту зиму, но выход из критической ситуации все же нашли. Решением областной комиссии по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций при личном содействии заместителя министра ЖКХ Владимира Мельника и главы Серпухова Дмитрия Жарикова на отладку системы и запуск замерзшего котла были направлены специалисты Серпуховской теплосети. Уже 10 октября здесь прошла пробная топка, а на следующий день работа вошла в нормальное русло. Вышли на режим, вот сейчас работаем, даем им тепло. На данный момент жалоб нет, ни от предприятий, я разговаривала с руководителем предприятий, ни от жителей домов по улице строителей, жалоб нет. Температура в домах поддерживается согласно утвержденному графику. Сейчас она держится на уровне 23-25 градусов. Жительница дома номер 2 по улице строителей Татьяна Жут приглашает нас убедиться в этом воочию. За окном первый снег, а в квартире Татьяны Николаевны уютное тепло. Сами видите, отопление у нас есть, батареи теплые, горячие, поэтому всем довольны, всем комфортно. Спасибо всем большое за то, что не оставили нас в беде. Так что какой бы ни оказалась эта зима, теперь все жители Оболенска смогут пережить ее с комфортом. Контроль за работой котельной в течение всего отопительного сезона будет осуществлять персонал Серпуховской теплосети.